Здравствуйте, уважаемые шашисты! Вчера на сайте Gambler состоялся командный турнир по русским шашкам. И команде, в составе которой я выполняю обязанности помощника капитана, нам удалось занять шестое место из семнадцати. В принципе, я считаю это успехом, так как в нашей команде не было ни одного гроссмейстера и даже мастера спорта. Были то есть одни кандидаты. Нет, друзья, в принципе был один гроссмейстер, но шахматный. Это был и Василь Иванчук. Друзья, честно говоря, считаю, конечно, это большим достижением для нашей команды, так как я посмотрел состав других команд, там были, конечно, и гроссмейстеры, и мастера сильные. Так что я считаю это успех, можете поздравить нас. И сегодня мы с вами рассмотрим четыре интересных, на мой взгляд, партии из этого турнира. Первые две партии я хочу показать с Евгением Кондраченко. В первой партии я проиграл ее, но была ничья за меня. А во второй партии у меня даже был выигрыш, но, к сожалению, я его из-за цитнота не смог реализовать. Давайте посмотрим. Я играл белыми, сыграл cd4. В Евгении играет hg5. Ну, возникает стандартное окончание, обратная игра бадянского. В принципе, острое окончание. Здесь можно играть за белых и за черных. Я размениваюсь, играю тычковую систему. Ну, Евгений играет в gf4. Ну, в принципе, есть еще система с fg7 ходом. gf4. bc3, fg7. ab2. Ну, и здесь Евгений сыграл cd6. В принципе, за белых можно было пойти и fg3. Но после такого размена, ну и куда бы белые не побили, либо на e5, либо на a5, особо никакого преимущества за белых нет. Поэтому я предпочел в этой позиции сыграть cb4, закрыться. Евгений играет bc7, я играю b3. Ну, я ожидал, что в этой позиции Евгений разменяется. Ну, и после того, как я бы тоже разменялся назад, возникали стандартные положения из игры Бадянского, в которых я, как говорится, плаваю, как рыба в воде. Ну, и Евгений тут меня удивил. Он сыграл fg5. Меняться надо назад за белых. И Евгений играет gf6. Мне не знакома была эта система. Ну, в принципе, смотрятся ходы за белых и a b4, и cb4. Но cb4 как-то смотрится надежнее. Поэтому я сыграл таким образом. Черные играют cb6. Но обратите внимание, что у черных проблемы с шашкой h8. У белых, в принципе, добротная позиция. Ну, черные, правда, в центре, но центр несколько рыхловато выглядит. Я играю b5, и Евгений играет bc5. Здесь я напал на шашку f4, и Евгений разменялся ходом a b6. После двойного размена я сыграл ef2. Евгений играет hg7. Ну, и здесь была простая ничья. Забил их. Я, к сожалению, ее не нашел. Уже был в цикноте. Искал какие-то лучшие продолжения. Но не нашел ничего интересного. В итоге сыграл не сильнейшим образом. Я сыграл fg3. Ничья, правда, здесь еще была. То есть, позиция известна по партии Белкин-Литвинович. Но я, к сожалению, не знал вот эту партию. Ну, сейчас буду знать. Простая ничья была после хода f3. Разменялись. Ну, и Белые играют gf2. Грозят следующим ходом выиграть шашку черных f4. Поэтому ход черных ed4 уже вынужден. Ну, и затем следует вот такой простенький ударчик. Белые выигрывают шашку. Но в этом окончании ничья за черных вполне достижима. То есть, ничья была. В этой позиции я сыграл не сильнейшим образом fg3. И Евгений играет b5. Далее последовало gf2, gx6, cb2. И черные играют cd4. В этой позиции еще была ничья за меня. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти ее. Я здесь ошибся второй раз. Ну, и уже был за это наказан, как говорится. Я сыграл bc3. И после хода ab4 выясняется, что позиция черных проигранная. cb2 играть нельзя из-за простого ударчика bc3. Ну, и как бы белые не били, их позиция проигранная. Допустим, побили на d4. Побили таким образом. Ну, и белые в цукцванге. Если бы ход был черных, то ничья. Но здесь ход белых, поэтому их позиция проигранная. А если бить в эту сторону, то черные играют и бьют на поле a1. Ну, и обратите внимание, bc5 играть нельзя. Из-за простого ed6. И черные побеждают. Поэтому приходится играть в этой позиции b5. Черные тогда играют ed6. Ну, и белые вроде бы идут в дамки. Но, на самом деле, в этой позиции уже черные все равно выигрывают. Так, прошу прощения, друзья. В этой позиции, конечно, не ed6. Просто сыграли на поле d4 дамкой. Обрезали шашку a5 от похода в дамки. Но эти три шашки легко побеждают эти три. Поэтому позиция была здесь уже выигранная. Ход cb2 здесь проигрывает. Поэтому я сыграл fe3. Ну, и после хода черных b3. Разменялись. Еще раз разменялись. Ну, вынуждено. У меня уже выбора нет. Евгений идет в дамки. Я тоже пытаюсь пройти в дамки. Черные закрываются. Ну, и после нападения черные жертвуют две шашки. Затем разменивают шашку белых c5. И обрезают три шашки белых. И легко выигрывают. Вот так выиграл Евгений Кондраченко. Симпатично. Тем не менее, друзья, в этой позиции еще была ничья за белых. То есть я ошибся. Второй раз сыграл bc3. Но надо было играть fe3. Размениваться таким образом. Ну, и тут форсировано. Еd6. bc3. dc5. Ну, и здесь есть две ничьи. Можно таким образом разменяться. Но там как-то у черных еще есть шансы на победу. Не хочется так играть. Поэтому белым проще всего сыграть ef2. Ну, и далее. Допустим, черные играют hg5. И если белые сейчас играют fe3, то черные жертвуют шашку и нападают на шашку e3. Белые делают присоску, так называемую. Надо бить сюда. Ну, и ставить дамку на g1. Ну, и в этой позиции ничья, возможно, после хода ab6. Ну, так играть не хочется из-за fe5. Отдали шашку лишнюю. Ну, и просто пошли в дамку. В дамке. И эндшпиль здесь, конечно, ничейный. Не победить ни за белых, ни за черных. Вот такая ничья была у меня в первой партии с Евгением Кондраченко. Но я ее не смог найти. Во второй партии, друзья, у меня был даже выигрыш. Но, к сожалению, также не удалось его реализовать. То есть, во второй партии Евгений уже играл белыми. cd4, fg5, bc3, gf4, gf6. Евгений разменялся на поле g5. Возник дебют. Игра рама цукерника. Я размениваюсь на поле c5. Далее белые играют g6, fe5, cb4. Ну, и здесь я обычно играю ловушечный вариант b7. И ход ab2 за белых здесь невозможен. Почему? Потому что черные проводят симпатичную комбинацию. fg7, hg7, ff4. Побили. Черные пожертвовали 4 шашки. Побили 2 шашки белых и дамку. Ну, и должны легко победить. Затем переведут дамку на поле g7, h8. Ну, и легко побеждают. То есть, в этой позиции ход ab2 невозможен. Обычно здесь играют либо b7, либо dc3. dc3 так и сыграл Евгений. Я пошел cb6. И Евгений сыграл b5. Я разменялся ходом cb4. Евгений побил на c7. Я побил на d2. На e3. На b8. А b2 я разменялся назад. Ну, в принципе, давайте оценим позицию. У черных из слабостей шашка на h8. Но их шашки ближе расположены к центру. То есть, они займут центр. У белых есть слабость. Это шашка h6. Но в данном случае белые проводят окружение. И эта шашка не является слабостью. То есть, ну, рассмотрим течение партии. bc3 fe5, fe3, hg7, hg3, gf6, ed2, ed6. cb4, ab6, gf2. В этой позиции я напал ходом b5. И, ну, таким образом уже не хочется играть за белых. Потому что черные выйдут fe5. И надо меняться. Затем черные сыграют fe5. И позиция белых становится неприятной. То есть, ход dc3 уже невозможен из-за простого ef4 и cd6. Ну, и черные побеждают. Поэтому в этой позиции... В этой позиции Евгений предпочел не меняться на поле c5, а закрыться ходом dc3. dc7. Ну, и в этой позиции был неплохой план за белых. Надо было играть ed4. Ну, допустим, cb6 fe3. Ну, b7 и здесь уже возможен ход gf4. И размен вперед даже проигрывает. То есть, если черные разменяются вперед, белые могут разменяться назад. Ну, и после... Пустим, если fe5 играет, тогда играем fe3. Если играют fe7, мы тогда играем fg3, ну и легко побеждаем. Так, 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 ну и затем белые проводят вторую шашку в дамке. Черные за это время успевают поставить свою дамку. И возникает так называемое окончание проводка шашки c1. Кто не знает, как в этой позиции выигрывает, подсказку оставлю в правом верхнем углу. Можете посмотреть. То есть, в принципе, здесь Евгений Кондраченко в этой позиции мог даже бороться еще за победу. Но он сыграл не точно. То есть, вместо хода e d4, он сыграл gs4. Я играю cb6. E5 еще был... Ну, здесь еще был возможен ход, допустим, cd4 размен. E d4 уже, видите, нельзя играть. А Евгений пошел fg3. Я играю bc5. Ну, и здесь уже такой размен невозможен. Потому что идет комбинация. Вот таким образом. И побеждают, конечно, черные. Поэтому в этой позиции уже приходится размениваться за белых назад. Ну, и у черных есть выигрыш. Fe5. Размениваться назад опять невозможно. Из-за комбинации. То есть, как играть? Остается играть только fg3 в этой позиции. Ну, и я жертвую шашку. Две шашки. И затем их отыгрываю. И получаю выигранную позицию. Стандартная жертва. Белые побили. Я побил. gf4 побил. То есть, черные пожертвовали две шашки. Отыграли одну шашку. Затем вторую. И поставили сильный рожон на поле c3. Стандартный размен. Так что, запомните его. Белые играют fg5. И я играю d5. В этой позиции Евгений пожертвовал шашку и сыграл gf6. Здесь у меня был простенький выигрыш, что я поторопился. Можно было сыграть gf2 или gh2. То есть, и после этого уже fg7 нельзя играть. Потому что поставили дамку. И просто зажали белых на большой дороге. Поэтому после gf2 Евгению пришлось бы жертвовать шашку. Либо в эту сторону, либо в эту сторону. Ну и здесь я должен был тоже легко победить. Я здесь сыграл не точно. Пошел cd2. Тем не менее, здесь выигрыш есть еще. То есть, черные строятся вот таким образом. Белые просто бегают по большой дороге. И затем в этой позиции я делаю выжидательный ход. То есть, на срединных полях теперь черные нельзя останавливаться. Из-за простого cb4. А на поле a1 и b2 нельзя уходить из-за такого хода. То есть, в этой позиции Евгению пришлось отдать шашку. Я побил. Ну и Евгений продолжает защищаться по большой дороге. Далее, в партии возникло вот такое положение уже. И в этой позиции был ход черных. Я пошел fe7, ошибся. Ну и после хода ab2 сыграл ed6. Здесь уже жуткий цветот был. hg7. Ну и партия закончилась в ничью. Тут черные не в состоянии победить. Тем не менее, в этой позиции у меня был выигрыш. Мне надо было построиться вот таким образом. И черные побеждают. То есть, если ход белых, как ходить? fg7. hg7 нельзя из-за простого fg5. На срединные поля также нельзя из-за простого fg5. И черные побеждают. На поле f6 нельзя из-за жертвы. И мы занимаем большую дорогу. Затем проводим шашку a3 в дамке. И строим боевую позицию. И затем побеждаем. Кто не знает, как строить боевую позицию, подсказочку также оставлю. Можете посмотреть. То есть, как играть? А на поле a1 нельзя играть из-за простого ab2. И белые проигрывают. Поэтому приходится играть на поле f6. И черные жертвуют шашку и выигрывают. А если ход в этой позиции черных, то они выигрывают темп. Игра, допустим, на поле e3. На срединные поля опять нельзя останавливаться. Приходится играть на поле a1. Затем играет на поле d2. Опять на срединные поля нельзя останавливаться. То есть, из-за такого хода сюда нельзя. Из-за жертвы приходится играть на поле h8. Затем занимаем поле f4. И мы передали очередь хода белым. И черные должны победить. Вот такой выигрыш был во второй партии с Евгением Кондраченко. То есть, смог отыграться. В первой партии ничья была. Я проиграл. Во второй партии был выигрыш. Но я не смог победить. Вот так вот. Побеждает сильнейший. Спасибо Евгению за показанные варианты, как говорится. Спасибо за науку. В следующий раз буду знать. Еще интересная партия была с мастером из Украины. Олегом Патлань. Мой тезка. Он играл первую партию черными. И мне удалось победить. С d4 hg5, gh4, gh6. Я разменялся. Ну, такой же вариант. Разменный в обратной игре Бадянского. Но Олег играет его немножко по-другому. fg7 bc3, cb6, cd4, bc7. Здесь я разменялся. Олег играет gf4. Я играю ab2. И здесь он обычно делает вот такой ход ab6. Нигде нет такого хода в руководствах теоретических. Но мне удалось с помощью компьютерной программы Тоша вот это продолжение шлифануть и выиграть. Ну и за черных как-то я сыграл на турнире памяти Вайсера за черных. И проиграл здесь гроссмейстеру Аруносу Нарвайшесу. Ну и попутную партийку тоже приведу. Я здесь сыграл cb4. Арунос Нарвайшес также, кстати, против меня играл. Олег играет ed6. И здесь я играю b3. Ну и обратите внимание, сейчас ход bc5 невозможен. Из-за простого hg5, fg3. И белые подрывают пункт d6, проходят дамки и легко выигрывают. То есть, а как играть? Возникает вопрос. Приходится меняться в центр. И здесь я играю dc3, как Арунос Нарвайшес. В партии против Аруноса я ошибся. Сыграл hg7. Ну и проиграл буквально в два хода. Белые играют b5. И поставили двойную угрозу. То есть, как бы черные не играли, они проигрывают. Ну, во-первых, грозит ход fe3. И белые проходят в дамки. А если играть bc5 или dc5, я сыграл dc5. Ну, здесь проходит комбинация. Аb4, cb2, ed2. Ну и Аруно Снарвайшес здесь выиграл даже. Не вижу смысла показывать саму партию. Олег здесь в этой позиции точно сыграл b5. И я разменялся вот таким образом. Ну, надо бить именно этой шашкой. Так плохо бить. Потому что белые поставят рожон. И пройти в дамки черным не удастся. Потому что белые сыграют fe3. Нелегко победят. Поэтому черным приходится бить в эту сторону. Побили, побили. В этой позиции Олег сыграл hg7. И я напал ходом fg3. Ну и в этой позиции у Олега была ничья. Надо было играть либо hg5, либо dc7. Таким образом размениваясь. И ничья была возможна. А Олег в этой позиции сыграл неосторожно dc5. И я уже начинаю окружать позицию черных. gf2, cd6, dc3. Ну, уже какие-то угрозы стоят выиграть шашку. Поэтому Олег здесь играет dc5. Я играю cd2. Ну, и опять угроза стоит выигрыша шашки. Таким образом размениваться нельзя. Потому что я побью просто в эту сторону. Сюда бить нельзя из-за простого такого хода. В этой позиции Олег пожертвовал шашку. Ну и в дальнейшем Эншпире я победил с лишней шашкой. Там тоже уже ничего интересного особо нет. Вот так удалось, как говорится, победить сильного мастера из Украины. Моего тезку Олега Патлань. Ну, Олегу затем посоветовал в чате. Я изучил его дебютный репертуар. И как раз с помощью компьютерной программы Тоша подготовил вот такое усиление. И удалось победить. Ну и с Аруносом Нарвайшесом также за счет проигранной партии удалось найти какие-то сильнейшие варианты за белых. Как-то усилиться. Ну и последняя партия на сегодня против мастера из Германии Леонид Соловей. Кстати, чемпион СССР среди юношей в свое время. Первую партию мы сыграли в ничью. А второй партией я играл белыми. И Леонид решил как-то обострить игру. И попытаться выиграть меня. Ну и у него это получилось. БЦ-3, БЦ-5. Дебют называется... Ну если черный бьет в эту сторону. Это гибельное начало. То есть такой дебют не очень хороший. А вот если в эту сторону бить. То так играют. Дебют называется... Ну тоже гибельное начало. Но здесь шашистом Василием Соковым, гениальным шашистом, погибшим во время Великой Отечественной войны, были найдены усиления игры за черных. Ну и большой вклад также внес гроссмейстер Николай Васильевич Абацыев. БЦ-3, БЦ-5. Черные подготовили размен на поле Ф4. Не хочется им давать размениваться. Я сыграл ЖФ4. Черные играют ЖФ6. Ну и в этой позиции можно было сыграть СД4, СБ4. Как говорится, на усмотрение белых. Я пошел СБ4. Леонид играет АЖ7. Я играю ДЦ3. В принципе, пока играю сильнейшим образом. Ну и позиция у меня уже хорошая. Черные играют ЖС4. Я АБ2. Ну, нападать надо. И в этой позиции у меня был красивый выигрыш. К сожалению, я его не нашел. Ну, давайте сперва выигрыш покажу. Я пошел в этой позиции Б5 и там даже проиграл. А у меня был выигрыш. Ходом СД2 надо было играть. Ну и напоминает дебют. Как раз дебют. Косяк Саргина. Вот это вот партия против капитана Немо. Кто смотрел. Так что можете поставить лайк. Очень похожая позиция. ЖФ6. Нельзя играть из-за простого ФЖ3. Ну и белые идут на преддамочное поле. Попадают. Выигрывают легко. ФЕ7, естественно, из-за ФЕ5. Ну, если как-то играть СБ6. Просто поджали. Черных таким образом. Ну и сводится к варианту после АБ6. Ну, все-таки он здесь сильнейший. Ну, ДЕ7 тоже самое. Все сводится. Ну, как играть? АБ6. Мы играем БА5. То есть грозим СД4 сыграть. ФЕ7 надо играть. Белые играют СД4. Ну и после хода БА7. Белые размениваются на поле Ж3. Простенько, как говорится. Но со вкусом. ЖФ6. ЖР4. Ну, меняться таким образом. Жертвовать шашку. Это все проиграно. Там бесполезно. Надо жертвовать шашку вот таким образом. И нападать. Тогда закрываемся ходом ДЦ3. Ну и в этой позиции черным надо еще одну шашку жертвовать. И бить на поле Е3. Ну, как еще можно было сыграть? В этой позиции есть комбинация, но она проигрывает. То есть, таким образом нельзя играть. Потому что просто белые закрываются БЦ3. Черные бьют. И белые подрывают пункт Ф6. И легко выигрывают. То есть, таким образом играть нельзя. А как играть? Возникает вопрос. Ну, так тоже бесполезно меняться. В любую сторону бить. Просто подорвем пункт Ф6. То есть, в этой позиции остается играть только Е4. Отдали шашку. Побили на Е3. Ну и здесь есть довольно-таки простой выигрыш. Возвращаем шашку. Черным лишнюю. Затем жертвуем еще одну. И меняемся на поле Ф6. И белые побеждают вот как раз за счет вот этого рожна на поле Ф6. То есть, пожертвовали две шашки и выигрываем за счет рожна на Ф6. Если играть СД4, то просто АВ4. Ну и после ДЕ3 играем БЦ3. Ну и все. Тут можно сдаться. То есть, в этой позиции приходится жертвовать шашку. Ну и белые побеждают легко за счет рожна на поле Ф6. Можете самостоятельно разобрать варианты. Не вижу смысла разбирать. В принципе, там все просто. То есть, а я даже проиграл вот в этой позиции. Сыграл не точно. То есть, надо было играть СД2. Я здесь пошел Б5. Разменялись. Далее черные пошли. ФЕ7. Ну и здесь я еще раз сыграл, наверное, не сильнейшим образом. Я пошел ЕД2. И фланг белых уже правый очень ослаблен. Далее в партии последовало ЖФ6. Ну тут еще была ничья. После вот такого размена. Ну и допустим, если черные размениваются, вот таким образом, ничья за белых тут вполне достижима. Ну я здесь ошибся. Напал ходом СД4. Ну и здесь уже позиция проигранная. То есть, пришлось бить. Ну и на любой ход здесь уже черные побеждают. Черные играют ЕФ6. Ну и после вынужденного нападения размена. Черные грозят напасть. Ну и здесь позиция проигранная. Еще последовало ЖФ2. Ну и Леонид здесь подорвал пункт Е3. И легко выиграл. Я здесь сдался. Друзья, это были партии с командного турнира по русским шашкам на Гамблере за май. Если вам понравился разбор, анализ данных партий, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал и поделитесь им в соцсетях. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, пишите комментарии, задавайте вопросы. До свидания.